доброго времени суток друзья приветствую всех на канале ирзон гей и сегодня мы с вами посетим вновь открывшийся проект меринда роли play данный проект уже существовал онлайне имел какую-то популярность но на моем канале обзора на него не было и вот сейчас зайдя на проект меринда я понял почему на тот момент когда я пытался сделать обзор вышло как раз два или три проекта абсолютно друг на друга похожие поэтому когда я зашел на меринду понял что ну еще один проект снимать в общем до который ничем не отличается от предыдущих но нет никакого смысла и я его не стал снимать ну и сейчас мы немножко посмотрим походим потрогаем этот проект что же здесь есть я с ним не знаком повторюсь что я заходил но снимать не стал а познакомиться с этим проектом желание все же таки осталось тем более что он когда-то был популярный причину его закрытия и вновь открытие для меня неизвестным ну и давайте смотреть что же нас встречает а встречает нас абсолютно стандартная сухая карта с таким вот я бы сказал но не то чтобы минималистическим но тем не менее и не навороченным центром ковалы я бы сказал такой баланс есть и какие-то нововведения какой-то архитектурка небольшая есть добавленные объекты но так вот сказать чтобы уж прямо сильно все изменено но я бы так наверное не сказал в общем то то как выглядит центр ковалы вы сейчас видите но несмотря на то что ковала подверглась вот таким вот незначительным изменениям на fps я вам скажу это сильно не повлияло fps не самый лучший из тех что я видел не знаю в чем причина а сейчас вы могли заметить как выполнен банкомат до подъемных дается 150 тысяч ну и банкомат раскрашен в цвета этого проекта что кстати говоря очень приятно далее проходим в универмаг и тут тоже есть интересные фишки заметьте нету инструментов ну вернее есть инструмент топор топор и металлоискатель кстати металлоискатели нарисован прикольно вообще здорово не помню чтобы я такого видел как-то немножко по-другому наверное выполнено были на других проектах эти металлоискатели здесь что он такой цветной красивый и нету инструментов есть только топор это кстати говоря тоже важный момент этого проекта но инструмента это что с ним тут связано как это все работает и выполнено мы коснемся чуть позже а пока пробежимся по карте карта я бы сказал наверное такой синтез данную карту с захватами да вот сейчас вы видите если отдалить карту самый конец пропадают все иконки но появляются вот эти вот зоны захвата такое я видел на проекте crime там это выполнен точно так же когда мы начинаем прибавлять приближать к себе эту карту начинают прорисовываться уже все остальные иконки отдаляем пропадают приближаем появляются я не помню по моему на кроме не так это сделано и иконки не пропадают но могу ошибаться также у этой карты есть свое меню меню такое достаточно своеобразное я не помню чтобы я такого тоже видел можно искать по словам то есть просто набираете например ковала и карта вас туда носом тыкнет или можете выбирать из списка здесь представлено в виде списка практически вся карта удобно ли я бы не сказал что это самое удобное меню которое я видел но тем не менее но интерактивное она вот как вы сейчас вы можете заметить я нажимаю на какие-то слова абсолютно просто рандомно нажимаю и карта меня носом тыкает туда где находится этот объект здесь прописаны все деревни возвышенности холмы здесь прописано вообще все удобно ли искать ну вот еще расскажу не особо удобно но я кстати не пробовал просто вписывать есть поле верхней видите здесь можно вписывать свои слова и если такое слово здесь есть то есть там переработка например там угля да если она здесь есть карта вас туда приведет сделано прикольно ну вот не могу сказать что самое интересное из менюшек но тем не менее это и не простое обычное меню да где вы просто можете убрать те или иные иконки сделано достойно достойно я просто думаю что к нему надо привыкнуть вот к этому менюшке надо привыкнуть научиться им пользоваться и тогда она будет вам помогать в полной мере сделано в принципе неплохо и идем дальше ну а дальше у нас магазин одежды нужно прибарахлиться ну и тут в общем то пока вы сейчас смотрите на одежду вы можете заметить что магазин расположен в ларьке на котором написано гирос вообще разработчики компания богемия когда вот делали данную игру они скопировали этот ларек с этим названием это действительно ларьки общепита фастфуда и есть такое в греции название гирос это аналог нашей шавермы вот так вот он выглядит но разработчик данного проекта даже не заморачиваясь воткнул одежду вот в этот пищевой ларек и да кто-нибудь может сказать ну какая разница главное рп мне постоянно такое пишут но я считаю что все-таки должна быть какая-то логика то есть когда продается одежда в ларьке на котором написано ну говоря по-русски шаверма но так себе название вот так себе магазин я бы сказал да ну а то что в нем представлено вы сейчас видите одежды много разделена на две категории виповская так что более-менее поярче покрасивее и обычная при заходе на этот проект вам сразу же дается випка поэтому вы можете пользоваться и виповской одеждой и в общем-то простой одеждой ну а больше тут говорить и нечего разве что можно добавить что в магазине одежды нету корзины то есть все время надо перезаходить выбрали перезайдите иначе купите какую-нибудь хрень который вам не понравился она просто у вас уже одета далее у нас на очереди автомобильный магазин и по карте он находится рядом но мне в голову не пришло что автомобильный магазин могут разместить вот в том вот зданице обычно там распределяют все что угодно удвермаг одежду кстати вот туда вот могли бы внедрить вполне себе но автомобильный магазин в таком здании я не видел вообще нигде это нелогично и я даже не подумал я думал что где-то здесь но проникнуть туда опять же таки невозможно потому что кину вы можете заметить какой длины стоит забор и пройти туда никак зачем вы городите такие заборы я постоянно этим удивляюсь ну вот зачем почему не проделать проходы для людей ну и почему магазин автомобилей расположен в каком-то ну совсем не антуражным месте этот магазин я видел ну в разных местах и по-разному и одежда там была и хостовары там были но вот чтобы там был автомобильный магазин вижу первый раз опять почему-то вот автор распределяет каким-то очень странным образом мне кажется что просто опускай будет так вот вот такая логика да какая разница где лишь бы был наверное вот как-то так ну и да да конечно же опережая комментарии что на роли плей-проекте это вообще никакой роли не играет самое главное это как играют игроки да так давайте тогда вообще в чистом поле расставим маркеры да и ну зачем вообще заморачиваться с этими новыми зданиями какой-то новой архитектуры зачем просто поставим вывески даже не надо заморачиваться на писишками я все-таки сторонник того что как раз таки проект делается из мелочей из того что мы видим своими глазами и когда одежда продается в ларке для шаурмы а машины продаются в магазины одежды ну хрен его знает смотрите уж сами если вам нравится то мне то вообще по барабану пол в общем то вот таким вот образом выглядит автомобильный салон но если вы думаете что это действительно автомобильный салон до бога ради как я сказал бога ради но увидеть автомобили мы не сможем потому что для начала нужно купить лицензию вот опять я постоянно говорю почему нужно покупать лицензию неужели вы придете в автосалон в вашем городе и не имея водительского удостоверения вам оттуда выгонят и даже ни одной машины не покажут посмотреть то на машину я могу почему нет я бы даже разрешил покупку автомобилей без лицензии ну а посмотреть то уж надо не знаю не знаю вот почему делается так достаточно старый скрипт и видимо никаким образом не переделанный ну это выглядит не то чтобы не атмосферно это нелогично выглядит я могу уже посмотреть товар не имея водительского удостоверения могу но почему мы в игре то не можем этого сделать непонятно мне вот никогда не могу этого понять я еще могу согласиться что нельзя покупать но хотя бы посмотреть цены то я могу без лицензии почему нет на многих проектах это уже сделано по-человечески здесь же еще вот так ладно мы идем получать лицензию я уже даже не удивляюсь что лицензия находится в баре вот опять шмотки продаются в киоске для шаурмы в воде в магазине одежды продаются машины а лицензии выдают в баре серьезно ну автор просто раскидал точки от балды но никакой атмосферности нету вот это энписи шка сидит около бара она раздает лицензии где логик друзьям и ну где логика действительно вы лучше расставьте эти триггеры вот один за одним это будет это он тураж не выглядеть какая-то хрень действительно происходит куда попало на тыркали блин я не знаю ну как если кому-то это нравится и кто-то считает что это не имеет никакой роли но бога ради это ваше мнение по лицензиям в общем-то все достаточно понятно лицензии очень мало основные лицензии это категория bc домовладелец но и вы можете заметить что на трудовую занятость лицензии тоже нету это уже отсылка к тому что и инструментов на проекте я вам показывал тоже нету ладненько покупаем лицензии слава богу что основные лицензии bc стоит недорого вообще стоит на самом деле какие-то копейки самая дорогая лицензия это домовладельцы она стоит 440 тысяч все остальные стоит действительно какую-то муку ничего и возвращаемся в магазин для того чтобы посмотреть транспорт ну а транспорт буду прокручивать быстро потому как здесь стоит d3s пак то есть все машины d3s здесь собраны надо еще отметить что этот пак d3s весит примерно столько же сколько и сам проект то есть когда будете скачивать это зависимый мод его надо будет обязательно поставить по весу он такой же как и сам мод имеется ввиду основной мод проекта по машинам же мне в общем то добавить нечего если вы знаете что такое d3s пак то вот в общем то он здесь целиком и полностью представлен хорошо ли это ли плохо и тут я судить наверное не буду в принципе ничего плохого я в этом не вижу машину много машинки неплохие ну то что уже на многих проектах используется этот мод ну а что же делать моды мейкеры делают все меньше и меньше новых машин поэтому но увидеть проект где где-то действительно уникальные какие-то свежие модели но сейчас это достаточно сложно 10 есть еще люди которые делают машинки и вот недавно евгений арсенал гейма рассказывал что можно заказывать можно заказывать такие какие вы хотите но все это стоит денег поэтому ну проще ставить на проекты уже целый пак какой-то техники и больше не париться по уникальности но ничего уникального я пока что не увидел далее проследуем в некий центр социальной занятости здесь можно получить пособие кстати такое себе решение то что на обычных проектах вам приходит каждые 15 минут до пособие по безработице так называемое здесь она тоже есть но только чтобы его получить вам надо будет ходить постоянно вот сюда хотя можете принципе накопить и один раз там за сессию или за может быть даже 2 нет там за 2 вред и наверно за одну сессию надо будет сюда приходить ну и у 2 нпс к раздает начальные работы работы 2 доставщик и мусорщик я сначала выбрал доставщика но вот уж извините я в ней не разобрался здесь надо нажать какую-то последовательность комбинаций взять заказ взять заказ с доставкой взять еще чего-то я жмыхал жмыхал в общем кому надо будет зайдете разберетесь я разобраться не смог не но не в этом суть два рабочих занятия почему-то оба занятия за оба занятия вернее надо платить стоит полторы тысячи ну это небольшие деньги но почему за то чтобы устроиться надо платить я не понял второе занятие мусорщик она более простое здесь надо всего нажать две кнопки нажимаете появляется машина и в общем то все вы работаете в первой еще расскажу я не разобрался я пон нажимал чего-то появлялись посылки я брал эти посылки вот она сейчас как раз появилась ее подбираешь но рабочее занятие не начинается есть пояснение на букву аж если нажимаете выскакивает табличка с пояснениями но пояснения нихрена вам не разъясняет надо вернуться опять к этой нпс-шки чего-то еще раз там понажмыхать тогда миссия начнется но чего именно я не понял я решил просто взять сразу же другое занятие так как там их два мусорщик она гораздо проще видите здесь всего две строчки первая и вторая устроился нажал появилась машина все поехал как это работает появляется тоже такая же машина у вас simba раскрашенного в другие цвета как вы можете заметить есть рисунок переработка на карте загорается вот такая вот метка разбег где-то примерно от километра до шести километров и все выдвигаемся в эту точку подъезжаем видим что на этом месте где горит метка стоит мусорный бак в общем то вот она вся работа выходим из машины подходим к бачку через колесико выбираем пункт убрать и ну и в общем то все вот такая вот работа не помню чтобы я где-то такое видел в принципе прикольно в принципе прикольно но и в общем то не особо напряжно 5 километров пробег небольшой вот следующая точка видите опять мусорный бачок подходим взаимодействуем бачок исчез наверное как-то так работает и первая специальность доставщика но еще расскажу я в ней не разобрался так что заходите разбирайтесь сами а мы с вами движемся дальше и следующий у нас магазин грузовой техники здесь можно обратить внимание вот на этого хента в основном как мне сказали и на первой версии меринды все приходили покупали вот этого хента и на нем работали дальнобойщиками типа это хороший заработок честно говоря не знаю я не пробовал опять заходите играйте получайте удовольствие бомбите на грузоперевозках ну а автомобильный парк я уже показывал в легковой версии да все тот же d3s pack поэтому ну в общем то такая достаточно узнаваемая коллекция машин не то чтобы они плохие просто вот они вот такие вот то что мы сейчас видим мне же из увиденного понравилась только джеймсишка вот это вот и как вы можете заметить у нее есть раскраски синяя черная оранжевая стандартная не часто увидишь эту машинку с возможностью ее раскрашивать здесь же она есть но в основном такие вот достаточно взвешенные уже ну не то чтобы надоевшие но уже машинки такие которые можно встретить но практически на любом проекте кризики камазики в общем все вот то что вы сейчас видите я же купил себе вот такого вот рыжика микроавтобуса джеймсишку и отправились мы на добычу ресурсов и вот тут мы уже плотно подходим к тому что здесь не нужны ни лицензии не инструмент а как же тогда это работает а работает все очень просто и достаточно прикольно приезжаем на точку вот так вот она выглядит точка называется добыча горнорудных пород здесь мы заходим на саму точку для взаимодействия открываем планшет и выбираем иконку с молоточком здесь пока у нас открыто камень и уголь выбирайте то чем вы хотите заниматься и начинаете добывать я же выбрал для себя уголь ну просто потому что он был ближе не потому что это дороже еще что-нибудь просто потому что уголь был ближе дальше нажимаете кнопку windows и вот то что вы видите то вы видите никакого инструмента не надо стоит авто подбор нажатием одной кнопки начинается сбор ресурсов естественно сбор ресурсов начинается не в машину как хотелось бы например той же гаечки которая со мной здесь была она очень привыкла ей очень понравилась система на проекте амазин где вы грузите сразу машину нет здесь все по старинке через рюкзак но выглядит это вот таким вот образом вот поэтому в универмаге не было инструмента все ресурсы видимо кроме дерева потому что для дерева нужен топор и он единственный продается в магазине все остальное собирается вот так вот как вы сейчас видите стоит автоподбор вы просто нажимаете ну и в общем-то занимаетесь своим делом мы стояли с гаечкой болтали а пед наши персонажи собирали и прокачивались да надо прокачивать ресурсы прокачиваются и по мере прокачки вам открывается все новые и новые виды добычи новых ресурсов ну и естественно забив все рюкзаки и полностью машину отправляемся на точку переработки надо сказать что скорость которую вы сейчас видели это с учетом випа сама же вип к вам дается при заходе на этот проект по-моему на пять дней ну и естественно что без вип ки это будет гораздо дольше ну и вот мы прибываем на точку переработки сама точка переработки находится в стандартном месте выглядит вот таким вот образом но что здесь мне понравилось во первых есть автоопределение того количества к откору какое у вас в рюкзаке то есть у меня было там 13 штучек до перерабочек сразу же определил сколько просто нажимаете и идет переработка вы можете заметить скорость переработки здесь она зависит от количества то есть есть еще и весовая зависимость вот 13 штучек у меня переработал с быстро посмотрите сколько будет перерабатываться 45 можете заметить что скорость ну совсем уже не такая да то есть есть вот такая его зависимость мы пользовались стандартными покупными рюкзаками но можно скрафтить свой рюкзак но тогда вы должны понимать что скорость будет еще медленнее потому что чем больше вы загружаете в переработчик тем дольше переработчик будет это все дело перерабатывать на мой взгляд достаточно прикольная система как она работает если честно я не затрагивал как это сделано мне нравится положила много подожди подольше положил мало ну значит быстрее переработаешь если честно вот как игровую механику я ее не раскусил так что наверное здесь вот те кто играл с такой вот механикой наверно больше могут написать в комментариях здорово это или нет мне если честно как это выглядит понравилось но вот играть на проекте где стоит такая вот весовая зависимость я не играл не знаю может быть это напрягает а может быть и нет может на это наоборот прикольно честно скажу не знаю но как это сделано мне понравилось и вот это автоопределение мне тоже в общем-то зашло также мне понравилась и точка продажи этого угля рядом с домиком обычный сарай в общем-то стоит куча объектов но похожих на уголь сейчас вы их видите вот они черненькие навалены рядом и опять тут не вяжется одежда продается в ларьке с шаурмой а рядом с точки продажи навели вот такой вот красивый в общем-то антураж так все-таки разработчик хочется преследовать детализацию или ему вообще на все по барабану вот хрен его знает где-то есть антураж а где-то просто забили и сделали одежду в ларьке с шаурмой также подъезжая к аэропорту вы можете увидеть вот такую вот красоту действительно сделано антуражно рекламно антуражно красиво слов нету да и опять обращаясь к тому что машины продаются в магазине с одеждой одежда продается в магазине шаурмой а лицензии выдаются в баре и стоит вот такая вот красота абсолютно непонятно и противоречивое отношение разработчика к детализации где-то все детализировано красиво атмосферно а где-то просто но подзабили ну и как в доказательстве моих слов тут же мы заезжаем в аэропорт стоит магазин а двери в этот магазин заблокированы то есть чтобы туда попасть надо пробежать вокруг почему так вот двери туда просто закрыты не пройти никак что за отношения вот я не понимаю здесь же стоит вот этот красивейшая вывеска на замечательная рекламная все красиво блин стоит магазин в который не зайти потому что двери почему-то заблокированы начинаем лазить по меню магазина и находим самолет который выглядит вот таким вот образом который вы сейчас видите просто асфальт как вот это так все тут я не понимаю действительно где-то только что была красота где-то вот та и насрать пускай будет так хрен его знает как это все здесь работает ну а по самой летной технике в общем то вы все видите вот этот красивый вертолетик с двумя вентиляторами это естественно по випке ну а второй по випке это просто асфальт который я не знаю как его показать то ли там самолет то ли вертолет бог его знает далее же мы поехали для того чтобы найти какое-то пропитание пропитание здесь надо добывать самому я если честно вот этого но я это лично мое мнение но я этого не особо понимаю у нас на проекте есть планшеты мобильная связь в магазине продаются дорогая одежда lamborghini mercedes и porsche а за продовольствием пожалуйста сходите в лес набейте там надавите скота и потом у костра его пожарьте но как-то не особо опять логично и нет я прекрасно понимаю откуда идет эта система эта система как бы вшита в экономику проекта кто-то на этом зарабатывает крафтом подобное но это не очень логично как-то вот я бы наверное сказал так если бы была какая-нибудь ферма по выращиванию коров например да было бы более логично чем вот то что мы сейчас видим не езжайте в лес давите коров этих самых коз овец берите оттуда мясо идите у костра жарьте и после этого продавайте или сами питайтесь я не против этой схемы но она какая-то вот очень уж нелогичная на проекте где который был назывался бы выживание она бы подошло но здесь live проект как бы ну и это не очень гармонирует с тем что происходит вообще вокруг хотя как я сказал я в принципе не против это элемент экономики и пускай он будет ну а более на этом проекте мне показать нечего в общем то все что я увидел я вам показал кто играл на этом проекте наверное сможет написать в комментариях что-то изменилось или нет я уже в начале ролика говорил что я не знаком с проектом меринда для меня здесь все было в новинку ну а что именно в новинку да вот два рабочих занятия которые я может быть где-то уже и видел но честно говоря не помню потому что об одном из них я даже не смог разобраться ну а в остальном стоковая карта минимум архитектуры старые взаимодействия ну в общем то вот то что я показал то я и увидел удивил ли меня проект да я бы не сказал я видел и поинтереснее но этот проект был популярен а значит у них у него у этого проекта наберется достаточное количество игроков кто играл здесь можете возвращаться меринда опять открыта ну и если кому-то понравилось заходите играйте получаете удовольствие ну а у меня на этом все спасибо всем кто посмотрел и всего вам доброго а